Саламастар Маху, Метод Андастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я начинаю свой прямой эфир, и он посвящен митингу демократического выбора Казахстана, который состоится 6 июля. Мы постараемся в ближайшие дни, скорее всего, к концу недели, сообщить место и время, где будут организовываться митинги демократического выбора Казахстана. Как вы знаете, 23 июня было объявлено, что будут митинги демократического выбора Казахстана за бесплатное образование. Мы выдвигали в основном 5 требований, и 6 требование было увеличить заработную плату полицейским. К сожалению, наши полицейские не включились в этот процесс, хотя народ требовал увеличить в том числе заработную плату полицейским, такое ощущение, что полицейские еще не готовы психологически, что им заработная плата должна быть повышена. То есть они, видимо, хотят жить так плохо, как живут сейчас. Но тем не менее, тем не менее, мы будем продолжать наши действия. В связи с тем, что власть нам сорвала митинг, мы решили перенести начало митинга на 6 июля. Но теперь мы добавляем ряд других требований, связанные со списанием кредитов, как ипотечных, так и потребительских кредитов. Но прежде чем начать погружаться в эти детали, в детали наших требований, я хотел бы ответить на ряд вопросов, которые постоянно звучат в мой адрес. И я думаю, что перед обсуждением большого вопроса я отвечу на эти вопросы. Есть такие вопросы, которые звучат следующим образом. Ну вот, власть активно мешает. Якобы власть очень сильная. Вы вообще верите в то, что вы делаете? Но кто знает мою жизнь, или не знает, но может ознакомиться в интернете, через Google просто забить мою фамилию, можно обнаружить, что политической борьбой, открытой и публичной, я занимаюсь с 2001 года. А если быть точным, 18 ноября 2001 года я открыто вышел со своими соратниками и объявил о создании политического движения «Демократический выбор Казахстана» еще в 2001 году. И буквально через менее чем полгода, 27 марта 2002 года, я был арестован и был посажен в тюрьму, и срок мне был дан 6 лет. Я через 14 месяцев вышел из тюрьмы, уехал в Москву и снова начал заниматься политической деятельностью. И, собственно, параллельно я, конечно, занимался бизнесом, финансировал партию, финансировал разные общественно-политические организации, средства массовой информации, всех тех, кто был против режима. И все эти годы я упорно и упорно занимался тем, чтобы добиться смены режима и построить демократическую страну. Это уже длится с 2001 года, но скоро будет 17 лет. И если бы я не верил в то, что делаю, зачем бы я столько лет упорно добивался смены режима? Зачем я тратил свои силы, ресурсы, рисковал своей жизнью, рисковал жизнью своих близких? Вы знаете, что мою семью в 2013 году Руслтан Назарбаев даже умудрился похитить из Италии. И все эти годы я подвергался давлению и в общей сложности просидел в тюрьме около пяти лет. Это ответ всем тем, когда они упрекают меня и говорят, а ты где сам находишься? Приходи сюда, возглавь нас, мы, может быть, пойдем. Первое. Все эти изменения, реформы нужны не Мухтару Аблязову. Мухтар Аблязов живет неплохо. И все эти годы я был обеспеченным человеком, самостоятельно решал эти вопросы. Мне не нужно образование, я его получил. Мне не нужны ресурсы, они у меня были и есть. Мне вообще ничего не нужно. Я сейчас думаю о своей стране. И все те, кто призывает, чтобы я появился на митинге в ваших рядах, вы должны знать, что я не могу поделиться на сто частей, появиться во всех регионах, населенных пунктах страны и таким образом вдохновить вас. Вдохновить на что? Чтобы вы изменили свою жизнь, чтобы вам стало лучше, а вы хотите сами этих изменений? Или только Мухтар Аблязов может вас вдохновить? Только Мухтар Аблязов станет перед вами, только тогда ваша жизнь может быть изменится. Вы думаете о том, чтобы приложить свои силы, свои усилия и изменить свою жизнь? Не ждите какого-то героя, который должен прийти, каждого взять за ручку и повезти куда-то за собой. Эти изменения придут тогда, когда вы сами будете их добиваться. Не ждать кого-то, кто-то прилетит, придет, вас возьмет за ручку, что-то скажет, подарит вам деньги. Сейчас мне задают некоторые вопросы, говорят, вы хотите помочь народу Казахстана? Ну, такой риторический вопрос. Я говорю, и что вы хотите этим сказать? Да, тогда пожертвуйте мне квартиру, пожертвуйте мне дом, пожертвуйте мне машину. Нам так плохо жить, мы бедные и несчастные. Я задаю вопрос, а почему вы не хотите бороться с режимом и получить то, что вам положено, по праву, почему вы не организовываете, не участвуете в нашей борьбе, не меняете свою жизнь? Они мне говорят, много разговоров, подарите нам. Я не могу подарить 18 миллионов человек такие средства, чтобы вы забыли, что такое бедность, нищета. Это возможно только тогда, когда мы вместе объеднимся и построим другую страну, честную, справедливую. Когда наши заводы и фабрики будут работать, когда мы будем производить то, что сейчас импортируем. Мы импортируем практически все. Это не может сделать один Мухтар Аблязов прийти, прилететь и таким образом изменить вашу жизнь. Жизнь ваша изменится тогда, когда мы все объединившись, одной целью сумеем добиться перемен, добиться смены режима, прекратить тотальное воровство, прекратить несправедливость, который процветает в нашей стране. Те, кто мне спрашивает, а где ты был раньше, я рекомендую зайти в Google и посмотреть, где я был раньше. Что я делал, когда работал в правительстве, когда я возглавлял энергосистему, когда я строил бизнес, когда я создавал десятки тысяч рабочих мест, когда мои компании платили сотни миллионов долларов в год и на эти средства содержались целые области страны. На эти средства содержались пенсионеры и другие люди. И когда мне говорят, что ты там пожертвовал и так далее, вы изучите мою жизнь, и вы поймете. Я сейчас все это рассказываю для тех людей, которые пытаются найти оправдание своему бездействию, оправдание своей пассивности. Они сидят дома и тихо ноют, ноют, жалуются на свою жизнь. Я хочу сказать, что ваша жизнь не изменится, если вы не сделаете свой первый шаг, первый шаг и не начнется бороться, пытаться изменить то, что перед вами, рядом с вами. Вы видите, как эта верхушка политическая грабит сотни миллионов долларов, и вы бездействуете. Я сейчас буду рассказывать о наших программах и, безусловно, среди них, среди всех этих, скажем, критиков, найдутся те, которые будут говорить о несправедливости. Я хочу сказать, что несправедливость перед вашими глазами, несправедливость в самой политической системе, когда прохожий идет по улице и полиция его задерживает, подозревая, что он недоволен этим режимом. Когда этот режим заставляет молчать, не говорить о проблемах, когда этот режим не дает работать профсоюзом, когда режим давит всех, когда при этом режиме не могут раскрыться таланты людей, художников, культурных деятелей, писателей, врачей, учителей, которые влачат жалкое существование, не думают о том, как построить новую страну, не думают ни о чем-либо, кроме как выжить. И ответ, почему это происходит, это наша политическая система у султана Назарбаева. Мы все это должны осознать. Меня здесь многие спрашивают, что почему-то я сильно похудел, что что-то случилось или нет. Хочу вас заверить, что у меня все в порядке и объяснить, что ожидает нашу страну. Ожидает ближайшее время, ближайшие годы и какие трудности стоят перед нами. Я каждый день занимаюсь спортом, пробегаю от 10 до 15 километров. Я себя готовлю к будущим переменам, которые неизбежно настанут, они неизбежно придут. Да, очень сложно будет сломать этот режим, добиться мирной смены власти, но еще более сложно будет построить новую сильную страну. Вы посмотрите, что сделал Назарбаев за свое почти 30-летнее правление нашей страной. Он добился того, что наш народ стал трусливым. Он добился того, что наш народ стал равнодушным. Мы на митинге 23 июня подняли тему бесплатного образования для молодежи. Мы подняли такую тему, которая касается каждого из вас, каждого миллиона. И 23 июня вышли всего лишь сотни по всей стране. Ни тысячи, ни десятки тысяч. У нас учителей в стране вместе с преподавателями, с воспитателями около 500 тысяч человек. У нас молодежи около одного миллиона человек, тех, кто учится в среднеспециальных и высшеучебных заведениях. Их родителей и близких родственников миллионы. И вот представьте себе, когда политическая организация объединяет народ и говорит, давайте мы выдвинем требования, обоснованные под те, которые есть расчеты, они не фантастически не выдуманные. И народ не выходит сотнями тысячами на митинг 23 июня, и небольшая кучка полицейских по 5-7 человек набрасывается на отдельных протестантов, которых всего лишь сотни, и таким образом гасит этот протест. Почему гасит? Потому что мы не выходим десятками и сотнями тысяч. А почему они не выходят? Потому что действительно режим за эти годы, пока находился у власти, запугал народ и лишил его естественного состояния бороться за свои права, за свободу, за лучшую жизнь. Практически нас, 18 миллионов человек, этот режим превратил в пассивных людей, ждущих чуда, ждущего героя, некого Бэтмена, который прилетит, спасет, и некоторые из вас задают вопрос, если такой сильный, давай, прилетай сюда, будь рядом с нами. Я провел в тюрьмах около 5 лет, потерял весь свой бизнес, поставил на конь свою семью и свою жизнь. И это продолжается около 17 лет. Около 17 лет. В прошлом году режим мне заочно дал 20 лет тюрьмы. Все эти годы я постоянно и непрерывно борюсь, я многократно говорю, что моя жизнь находится еще многократно больше опасности вдали от страны, как, собственно, своего зятя Рахат Алиева Султан Назарбаев сумел убить в австрийской тюрьме. И те, кто такие вопросы задают, они прекрасно это понимают, но пытаясь оправдать себя, оправдать свою пассивность, они говорят, вот, когда ты придешь, тогда, может быть, мы выйдем. Но я был в этой стране, выходил, сидел в тюрьмах, протестовал, и где были эти сотни тысяч людей? Я никого не упрекаю, я просто показываю, что режим добился страшного, он превратил наших людей в пассивных, равнодушных, всего боящихся людей, которые не хотят бороться за свое будущее. Это самое страшное преступление, которое когда-либо можно совершить против своего народа. Нас даже не надо завоевывать. Кто может защитить свою страну? Свою страну могут защитить сильные независимые люди, готовые отдать свою жизнь за свою страну. Нас не надо завоевывать, нас уже завоевал Назарбаев. Мы ищем врагов. Вчера я слышал и видел в чатах, многие возбужденно писали о неких мифических китайцах, что вот китайцы захватили земли около наших пустыней, полупустыней. Кому они нужны, эти земли пустые? Где эти десятки тысяч китайцев? Самый страшный враг нашей нации, нашего народа, не китайцы. Самый страшный враг нашего народа, страх, равнодушие, пассивность. И кто нам построил жизнь так, что это самое страшное внедрилось в наше сознание? Кто сделал пассивной нацию? Кто ее запугал? И кому мы это позволили сделать? Мы это позволили сделать Нурсултану Назарбаеву и его маленькой шайке приближенных. Их всего лишь около 200 человек. И эти 200 человек во главе с Нурсултаном Назарбаевым запугали 18 миллионов. Они не только запугали, они сделали их слепыми, потому что эти слепые люди ищут мифических китайцев в наших степях, в пустынях, пытаясь бороться с китайцами. Надо бороться с теми или с тем, кто сделал экономически и политически зависимые нашу страну от китайцев. Не гоняться за китайцами где-то в пустыне и степи, пытаясь сломать что-то они там построили. Надо бороться с тем, кто их пустил, кто нашу страну вверх рабства, кто добился того, что китайским работникам платят во много раз больше, чем нашим нефтяникам. Кто это сделал? Это сделал Нурсултан Назарбаев. Это он продал наши интересы. Это он отдал компании, которые производили и производят нефть. И доля китайского бизнеса в нефтегазовом секторе достигла около 40%. Разве в этом китайцы виноваты? Кто подписывал документы? Кто вообще все делает, чтобы мы себя не чувствовали хозяев своей стране? Это не китайцы делают. Это делает Нурсултан Назарбаев. И он сделал вас слепыми, глухими, потерянными, пассивными, не понимающие, что главная беда в этом политическом режиме и в самом Нурсултане Назарбаеве, который превратил страну в рабов. 8,5 миллиона человек в нашей стране имеют так называемые потребительские кредиты. 8,5 миллионов это практически все трудоспособное население страны. Вы вдумайтесь, почти все трудоспособное население опутано кабалой кредитов. Под высокие ставки эти 8,5 миллиона человек не думают о будущем, о будущем своих детей, потому что вчера, когда мы организовывали митинг за бесплатное образование, эти 8,5 миллиона человек должны были выйти и сказать, да, мы это хотим и мы это требуем, это наше право, нас 8,5 миллиона человек. Эти 8,5 миллиона человек задавлены этими кредитами, тихо сидели где-то дома в субботу и не выразили свой протест, не сказали, что они добьются перемен, они не захотели выйти из рабства, в рабство, которое загнал их Нурсултан Нурсултан Назарбаев эти 8,5 миллиона человек сидят на телефонах, ватсапах и так далее, ищут мифических врагов в лице китайцев, когда у нас один враг, это режим Нурсултана Назарбаева, именно с ним мы должны бороться, именно мы его должны сменить. Именно поэтому мы 6 июля назначаем новый митинг, новый митинг, чтобы объединить народ, чтобы раскрыть глаза, мы говорим да, бесплатным образованием, мы говорим, каждый студент должен получать 50 тысяч тенге в стипендию, мы говорим, что иногородние студенты должны получить компенсацию 30 тысяч тенге, чтобы могли продолжить обучение, оплачивая свое проживание за счет этих субсидий, мы говорим, что учителя, воспитатели, врачи, преподаватели должны жить по-другому, мы говорим, что наши дети 1-4 классов должны получать бесплатные обеды, и мы говорим, что наши полицейские должны прекратить защищать этот режим, они должны защищать свой народ, прекратить просьбов власти, и мы говорим, чтобы заработная плата полицейских и условия их работы изменились, и теперь мы добавляем другие требования, мы добавляем требования следующие, мы требуем списать все потребительские кредиты, которые выданы нашему населению, которые вынуждены брать эти потребительские кредиты, потому что получали нищенскую зарплату, они получали нищенскую зарплату на разных предприятиях страны, потому что все доходы страны, основные доходы страны уходили в карман на султана Назарбаева, его родственники, его приближенных, не народ виноват, что они жили нищей жизнью, не народ виноват, что эти 8,5 миллиардов долларов, все кредиты потребительские, вот имеют такую сумму, они вынуждены были взять кредит, чтобы выжить, чтобы своих детей отправить в города, чтобы они получили там образование, чтобы каким-то образом дотянуть до следующей зарплаты и всему виной экономическая и политическая деятельность правительственного султана Назарбаева. Именно поэтому мы говорим справедливость должна восторжествовать. Мы хотим, чтобы наши люди избавились от кабалы этих кредитов, чтобы они могли думать о своем будущем, о своей стране, о своих детях, чтобы они прекратили быть рабами, чтобы они были свободными людьми, которые могут выражать свой протест, свое мнение, и тогда мы можем не бояться никого, ни китайцев, никого, потому что свободный народ никто не победит, потому что независимый народ в состоянии бороться не только за свои права, но и за свою страну. Но сейчас мы говорим о независимости нашей страны, если кто-то завтра просто постучится к нам на нашу границу, мы не сможем ее защитить, потому что мы не можем победить султана Назарбаева и его 200 человек, жалкие 200 человек, которые контролируют всю страну. мы будем требовать 6 июля, чтобы были списаны потребительские кредиты, были списаны ипотечные займы на жилье до 30 миллионов тенге. я обращаюсь к этим 8 с половиной миллионов человек, которые имеют ипотечные займы, которые имеют потребительские кредиты. 6 июля у вас есть возможность добиться изменений в вашей жизни, добиться изменений в вашей стране, добиться так, чтобы вы себя не ощущали униженными оскорбленными, добиться, чтобы вас не просто услышали, чтобы эта власть делала то, что считает правильным народ, потому что именно власть назначается народом. Власть не может стоять над народом, именно народ стоит над всем. 6 июля мы проводим митинг. Митинг мы проводим на площадях нашей страны и в этот раз власть не может и не сможет их закрыть, потому что по всем городам страны организуется 20-летие празднования в честь 20-летия Астаны. Я предлагаю нашим сторонникам прийти на этот митинг и именно там руководители ячеек ДВК активисты могут организовать акцию протеста, а именно митинг. мы уточним время скорее всего эти митинги будут проходить вечернее время полиция уже не сможет нам препятствовать пройти на места скопления людей наши активисты именно там могут значит заявлять о наших требованиях скандировать их я вчера в чате ДВК говорил что мы предлагаем использовать наш синий цвет как символ свободы как символ борьбы синий цвет демократического выбора Казахстана вы можете свои ладони раскрасить синим цветом и активисты обращаясь присутствующим на площади могут начать митинг следующим образом мы за бесплатное образование кто за бесплатное образование и наши сторонники те все те кто поддерживает наши требования могут поднять ладонь раскрашенную синим цветом вы можете взять с собой синие перчатки медицинские положить их в карман пройти на этот митинг и когда наши активисты будут обращаться присутствующим на площади вы можете именно тогда одеть синие перчатки и поднять их в поддержку в знак поддержки наших требований также мы вчера в чате демократического выбора Казахстана активист ДВК предложили голубые бумажные самолётики запускать на которых будут написаны самолётики все наши требования также я предложил вам подумать о стикерах на которых также мы напишем требования самоклеющие стикеры мы можем их расклеить по всем скверам паркам а также тех местах где будет происходить празднование Дня Астаны именно 6 июля мы сможем провести нашу акцию и власть не сможет поменять помешать нашим планам не сможет власть нам только помогает организации праздновать Дня Астаны поэтому я предлагаю вам 6 числа проявить свою гражданскую позицию сделать свой шаг на пути к освобождению сделать свой шаг на сторону консолидации нашего народа я уверен что если мы все объеднимся и преодолеем свой страх если нас будет десятки тысяч эта власть не просто дрогнет она будет делать все что скажет народ сейчас полиция захватывает отдельных людей нападает по 4-6 человек увозит их в полицию держит 3 часа и отпускает таким образом уменьшая количество протестующих но когда нас будут тысячи полиция ничего не сможет сделать поэтому 6 июля у нас есть возможность это продемонстрировать 6 июля я обращаюсь к 500 тысячам учителей преподавателей воспитателей я обращаюсь к студентам которых 1 миллион человек я обращаюсь к их родителям и родственникам которых миллионы именно 6 июля мы можем изменить страну именно после 6 июля если нас выйдут десятки тысяч осенью ваши дети смогут получить бесплатное образование они могут получить стипенди в размере 50 тысяч тенге ваши дети не будут искать жилье жить каких-то комнатушках снимать комнаты пытаться попасть в общежитие подавать кому-то взятки они получат субсидии 30 тысяч тенге именно 6 июля наша полиция может показать что она с народом именно 6 июля 8 с половиной миллионов человек которые имеют потребительские кредиты могут прийти на площади своего города и населенного пункта и потребовать чтобы султан Назарбаев отдал вам свое ваше вы можете это потребовать потому что вы знаете что эта политическая верхушка ворует на ваших глазах миллиарды долларов и мы должны потребовать чтобы страна у нас стала справедливой мы этот шаг можем сделать 6 июля 6 июля проводим митинг демократического выбора Казахстана я завершаю свой прямой эфир хочу пригласить всех тех кто хочет участвовать в этом митинге в чат активист ДВК в телеграм мы сейчас проводим подготовительную работу разрабатываем все наши шаги мы создали аккаунт с именем штаб я приглашаю туда войти наших активистов или руководителей ячеек и членов ячеек общение у нас будет проходить в закрытом режиме индивидуально то есть никто не будет вас видеть и таким образом будет сохранена секретность и конфиденциальность очень много публикаций в которых говорится что на местах нет лидеров лидеры есть лидеры именно этих руководителей ячеек мы с вами сейчас должны провести работу объединиться чтобы именно вы возглавили все процессы которые будут происходить на митинге 6 июля я уже много раз говорил что вы активисты вы руководители ячеек вы будущая политическая элита вы должны сменить этот воровской клан на всех его уровнях сменить акимов областей районов городов убрать эту коросту власти которая не дает разваться нашей стране нашим людям нас должно быть таких активных несколько десятков тысяч человек чтобы сменить коррупционную группу которая проникла во все уровни власти нашей жизни мы ждем вас приходите наш чат до ВК до встречи сегодня в 21 часов я провожу прямой эфир телеграме салону 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 Продолжение следует...